Вениамин Кондратьев и Сергей Кельбах на автобусе проехали путь, где в прошлом году были многокилометровые пробки. Глава региона отметил, что сейчас ситуация на дорогах улучшилась. Техника ушла с трассы, убрали риверс. Но на подъезде к Жубинской развязке всегда большие пробки. Вениамин Кондратьев неоднократно объезжал этот участок и был недоволен дорожными работами на трассе, ведущей к морю. Сегодня Сергей Кельбах прилетел в Краснодарский край, чтобы лично посмотреть обстановку. У нас нет другого выхода, как делать всю дорогу от Краснодара к морю комфортной. Друзья, если мы делаем ее различными участками, промежутками, но это не даст результата. Смысл тогда в этой транспортной современнейшей развязке, если подъехать к ней, не съехать, с нее возможности нет. Давайте сделаем, конечно, возможность, чтобы они могли ездить с комфортом. Мост на подъезде к Жубинской развязке через М4 12 августа выходит из главгусэкспертизы. Тут же мы запускаем его в работу. А это значит, там будет строительство фактически двух мостов. То есть строится новый мост и реконструируется старый. В результате там четырехполосное движение. Огромная просьба по времени все-таки максимально усилиться по количеству рабочих. Мы как бы ездили и в межсезонье. Но, Николай Николаевич, я все равно, что бы он ни говорил, не вижу здесь такой, знаете, вот кипучей деятельности. Потому что в межсезонье мы должны успеть все. И может быть в дневную смену, может быть в ночную смену. Но у нас сезон, это вот есть та отсечка. До 1 июня однозначно все, что запланировали, должны выполнить. И никаких не должно быть оправданий, что мы заходим на сезон. Строительство нового моста начнется осенью этого года. Сейчас готовится вся необходимая документация. Мы очень внимательно относимся к мнению руководства Краснодарского края. Я лично к вашему мнению. Потому что вы чувствуете здесь настроение на земле значительно лучше, чем они чувствуются из Москвы. И поэтому, прислушиваясь, я корректирую свои действия. Я предлагаю в конце сентября, в начале октября торжественно открыть начало строительства. И это будет хороший сигнал для всех о том, что услышаны и работа начата. И зимой мы сделаем львиную работу. В первую очередь услышаны теми людьми, которые за рулем. Я это имею в виду. Услышали мы тех, которые, конечно, больше всего пишут. Все, на этом все, самое главное, что договорились. Во время объезда Венивин Кондратьев и Сергей Кельбах обсудили и строительство северо-западного обхода Краснодара. Проект на смертную документацию планируют разработать летом, подчеркнул Кельбах, чтобы работу можно было начать уже в следующем году. Что бы мы ни говорили, мы можем сделать хороший мост керченский, мы можем подъездные пути сделать великолепные. Но вот этот даже небольшой промежуток может создать большую проблему. Без транспортного обхода Краснодара, при том, достаточно хорошо сегодня сорганизованного и воплощенного в жизнь мы не обойдемся. Мы сегодня заглянули более внимательно на этот проект. И, конечно, правильнее увязать СМ-4. Само проектирование и подготовка конкурсных процедур и в финплане есть поддержано Министерством финансов и Министерством транспорта. Я завтра вернусь и буду подписывать уже договор на проектирование. Строительство северо-западного обхода – это первый этап в планах дорога Краснодар-Абинска-Бординка. Соглашение по этому объекту было подписано на сочинском форуме. Елена Всецина, телекомпания ФКТ.